Добрый день дорогие подписчики, добрый день дорогие соотечественники, с вами снова я, как видите, дикий десантник Асхаб Алибеков. Приветствую вас, друзья мои. Друзья мои, сегодня 13 мая 2018 года, как вы видите, я сегодня вышел из города, приехал из города Краснодарка, где находился под арестом в полиции, когда я обращался к вам, насколько вы знаете, я обращался, я находился в полиции, меня арестовали. Тогда, когда я собирался улететь в Москву. Сейчас многие из вас скажут, что типа Асхаб, мы же тебя предупреждали, не надо было лететь, мы же тебе говорили, тебя возьмут. Друзья мои, я вам скажу очень просто. У меня не было шансов с самого начала вылететь в Москву. Объясню почему. Меня ждали везде, с самого начала, когда я только, еще только не приехал в Краснодар, меня уже ждали на вокзале, меня ждали на автовокзале, меня ждали в аэропорту, и меня ждали еще в Москве. И плюс еще были разданы фотографии моего лица на митингах в Москве. Об этом сказал мне сотрудник, который арестовал меня по сотруднику спецслужб в штатском. Он сказал, что у тебя не было никаких шансов. Даже если ты соскочил бы с автовокзала, мы тебя, говорят, по-любому взяли бы в аэропорту или еще в Москве, когда ты прилетел. Так что, как говорится, я был со всех сторон обложен. У меня не было шансов. И еще, как вы понимаете, я летел на митинг, я не должен был скрываться. Я не какой-то там вор или какой-нибудь там преступник, который должен был тайно ехать, скрываться. Я снимал свое видео, чтобы показать вам, что я абсолютно честен, что я лечу на этот митинг для того, чтобы поддержать народ, поддержать трудящихся. Я для этого как бы снял видео, показать вам, что вот весь мой путь. А если бы я тайно шел бы, прятался бы, то я прятался бы как вор. Пусть лучше путиновцы прячутся. Пусть это они прячутся, потому что это они воры. А мы не воры. Мы честные люди, мы обычные граждане, мы имеем право на любой митинг без оружия. Мы для этого имеем право собираться. И вот поэтому я и поехал туда. Это первое, что я хотел сказать. Второе, то, что я хотел сказать вам. Поэтому, когда я приехал на автовокзал города Краснодар, ко мне подошли два сотрудника, как только вышел с автобуса, сразу два сотрудника. Представились, показали, что в штатском представили документ, говорят, пройдемте со мной. Я не стал идти с ними. Я сначала сказал, зачем, почему в это время, видя, что у них сразу не получается меня забрать, еще подбегают, еще пятеро, еще пятеро, вернее, не пять, шестеро, включая женщину. Женщина полицейская, я так называю белоснежка и семь гномиков. Вот реально, белоснежка и стокилограммовая белоснежка и семь гномиков полицейских, из которых трое в форме. Вот они начали мне угрожать, если я не откажусь с ними поехать в отдел, что они пришлют мне статью 19, часть 3, якобы не повиняем полиции. И начали накидываться на меня, набрасывать, надевать нам на наручники. Ну, там старшая группа им сказала, оставьте, а там люди смотрят. В общем, толпой они, белоснежка и семь гномиков так называемых, затянули меня в отдел, якобы для беседы. И предъявили они мне незаконную организацию, 20-ю часть, часть 2, это незаконная организация митинга, незаконный призыв к митингу, как они мне сказали. И это там, в отделе полицейских как будто подменили, сразу начали грубо, начали на меня орать, кричать, угрожать, не давали позвонить семье никому. И потом, после того, когда надели меня наручники, привезли меня в суд, там на суде меня судья даже не стал спрашивать, интересно ему стал, вообще даже не спрашивал, что, как, что-то. Ему просто привели меня, тот по телефону с кем-то разговаривал, потом такая, судья, по-моему, Кожевников, Кожевников, в Краснодарском суде это Кожевников. Сейчас скажу, Первомайский районный суд, Первомайский районный суд. И судья Кожевников даже не разговаривал, такой с бородкой мужик, так посмотрел на меня, выйдите, говорит, на 5 минут, я вышел, там что-то по телефону разговаривал, я захожу, тут же мне 9 суток. Я еще спросил его, когда зашел, а почему 9, почему не 15, почему не 5, он говорит, вы еще будете много разговаривать, я вам еще 15 влеплю. В общем, короче, тут же дал команду полицейские меня вывести, на меня набросили с коридора толпой, скручивали меня, руки такие были синие, сейчас на меня просто все заживает быстро. Затянули меня в отдел, привезли меня, я не знаю, что это отдел был, но, в общем, привезли мне этот отдел и посадили меня. И, что самое удивительное, на этот минтик я не попал, да? Но снимали 2 человека, успели, вот многие из вас говорят, что Асхаб, мы с тобой, брат, мы тебя поддерживаем. Если честно, да, вот друзья мои, вы не обижаетесь, да, вот многие, спасибо, что вы меня поддерживаете, да, но я бы хотел, чтобы многие поддерживали меня еще и реально, не только на словах, а еще и реально. Вот когда меня забирали, всего 3 человека приходило ко мне в камеру туда, всего 3 человека приходило, навещало меня, хотя в Краснодарске, я уверен, там, больше миллиона человек, и там много подписчиков моих, много моих сторонников, почему-то никто из них не пришел. Очень было очень обидно, когда никто не пришел. И вот эти, так скажем, 3 человека только меня навещали все эти 9 дней, приходили ко мне, навещали, приносили передачки. Но единственное, в чем мне повезло, это то, что со мной в камере сидели все люди, которые участвовали в митинге, так называемые политические. И в том числе лидер Краснодарского филиала от Навального, штаба Навального, такой, есть такой, Рамзик, Размик, Размик Симонян, он лидер штаба Навального в городе Краснодаре. Он сидел со мной в камере. Вот мне повезло, как бы Навального не увидел, зато увидел его председателя. Его там, очень хороший человек, молодец, ему большое спасибо, очень умный человек. И мы с ним посидели, поговорили, он когда узнал, кто я, я узнал, кто он, мы посидели, я объяснил ситуацию, что я хотел сделать. Мы, в общем, нашли общий язык, поняли, что... Его тоже взяли, кстати, главу штаба Навального, за день до этого митинга, за день приехали к нему в полицию, в офис, и правильно, с офиса его забрали, ничего не говорили. Туда же привезли еще пару этих оппозиционеров, которые ничего не делали, просто фабриковали дела и тут же привозили их, сажали. Это, так скажем, еще один такой оппозиционер такой, Виталик его зовут, фамилия у него, сейчас скажу, фамилия у него, на чьей фамилии, не помню, извиняюсь, фамилия в голову вертится, чей фамилия у него? Чириков, Чириков фамилия, Чириков Владя... Вадик, по-моему, Виктор, а, Чириков Виктор, его тоже привезли, взрослый мужик, тоже такой оппозиционер, еще молодой парнишка. Вот что удивительно, да, вот все, кто мне говорит, меня поддерживают, да, вот этот, там в камере находились парни, которые вышли на митинг, которые не побоялись выйти 5 мая, выйти на митинг, поддержать вот эту акцию. Мальчишки, вот знаете, я сидел, я удивлялся, мальчишки, которым 19-20 лет, я удивился, куда же делись эти взрослые, здоровые, сильные мужики, которым по 40, по 30, по 50 лет, где же вы были? Где вот эти? Кроме них, вот эту всю толпу молодежь разгоняли в Краснодаре, их было больше 2,5 тысяч человек вышло, хотя по телевизору сказали, что вышло их где-то 150 человек. Вранье! Их вышло больше 2 тысяч человек. Их разгоняли, что самое интересное, их разгоняла полиция, казаки, их разгоняли переодетые эти спортсмены, ужас, позор спортсменам, которых купили, заставили демонстратор разгонять. Частные охранники, чоповцы, переодетые, ходили там, разгоняли толпу, разгоняли. Казаки сбивали, даже там были 2 казака, молодцы, я не помню фамилии этого казака, которые вышли на стороне оппозиции. И этих казаков двоих избили, полицейские избили, сами их водили. Эти казаки, я перед вами, я не знаю, как ваша фамилия, но вы молодцы, парни, я прям с уважением к вам двоим, вот этим двум казакам, которых избили. Настоящие казаки, они вот эти ряженые. Вот, и вот что получается еще, детей специально поставили, чтобы дети там, где митинг пройти должен был быть, дети должны были там рисовать на асфальте мелками, музыканты там шумели, спортсмены занимались, специально, чтобы показать, полицейские еще показали вам, смотрите, там же дети на площадке играются, они такие плохие эти демонстранты, а мы вот их разгоняем для того, чтобы вот детей спасти. Какую хатерую, эта власть настолько, настолько боится нас, настолько боится митингующих, настолько боится всех обездоленных, которые выходят, что они идут на всякие ухищрения, на всякую подлость, что даже детей, детей ставят под ноги митингующим, детей с мелками специально ставят, машины водовозки разгоняли, потом это переодетые эти полицейские, частные чоповцы, охранники, эти спортсмены, позорники, просто позорники спортсмены, вас любят люди, вас любят народ, а вы за ментов пошли, вы позорники, другого слова нет, разгоняли митингующих пацанов, беззащитных, которым 19, 20, 23 года. Вам не стыдно, да? Бухаи, блин, а мы за вас там болели, бля, постоянно, это позор для вас. Это второе, власть настолько испугалась митингующих, 64 задержанных человека в городе Краснодар, камеры были переполнены, судья не знал, что делать, судья, вот уже адвокат, который защищал этих митингующих, судья приказал его выкинуть, его судебные приставы выбросили его, так, что он травму получил, чувак разбил этот, как называется, металлоискательный фигню, упал ногами там, разбил спину, повредил себе, вот этого адвоката, который защищал митингующих. Вот представляете, какой был беспредел, вот самый настоящий беспредел. Точно так же, как меня по беспределу забрали, потому что боялись, что я на митинге там, в Краснодаре, там, из Краснодара полечу в Москву и выступлю. Они этого побоялись. Я вам честно скажу, если бы я прилетел бы в Москву, я бы оттуда не ушел. У меня берет был со мной, в сумке, у меня со мной был флаг, тельняшка, все со мной было. Я собирался, помимо этой, когда я прилетел бы в Москву, я собирался после этого не уходить с этой площади, вообще, если даже не пришлось бы меня силой таскать, я собирался там вообще такую акцию провести, что им было бы тяжело меня поймать. Поймать тяжело мне было бы, и так легко меня просто они не взяли бы. Я собирался там одиночно этот до конца провести, чтобы показать пример людям, что надо сражаться до конца. И не понимаю я тех, кто вышел на митинг, поддержку Навального, почему они ушли? Почему, когда Навального забрали, вы разошлись? Вы, вот поэтому вам люди не верят. Они говорят, вы приходите, поорали, покричали, вас полиция разогнала, и вы уходите. Забрали Навального, должен был второй выступать, забрали второго, третий, четвертый, пятый, и должны были наручниками, цепями приковать к себе, не уходить оттуда вообще. Пусть полиция, что хочешь, делает. Если это была акция, у вас не было оружия, но митинг акции вы должны были продолжать, так же, как в Армении. Я на это и рассчитывал, поэтому я туда и поехал. Хотел увидеть это все, и увидеть, и поддержать. Ну, как видите, у меня этого ничего не получилось. Теперь мне хотят, я же вам говорил, что для меня это опасно ехать. Теперь мне говорят, что вы туда поехали, якобы вы призывали к митингу, вы там, ну и что, что я призывал? Я не призывал людей, я сам туда ехал и людям предлагал, кто хочет поддержать. Вот так говорит политик, понимаете? И вот я еще говорю еще раз. Теперь я решил поменять тактику. Друзья мои, я понял одну вещь, пока я сидел в камере, я понял одну вещь. Теперь получается, что тактику надо менять тотально. Я больше не буду объявлять о том, что я собираюсь лететь в Москву, или туда-то, туда-то, собираюсь делать это. Это для меня, получается, я трачу свои силы. Вы мне пишете в смс, как братан, мы с тобой, мы рады тебя видеть. Это, конечно, очень приятно, то, что вы там пишете, но мне нужна реальная поддержка. Теперь я буду менять тактику. Я буду создавать свою собственную организацию. Моя организация будет называться, собственная организация будет называться «Простые люди», помните, я вам рассказывал, так и будет называться. Организация будет называться «Простые люди», и мы будем заниматься тем, что будем бороться с коррумпированной системой, с коррумпированным чиновниками, с продажным, так скажем, преступным администрацией города, районов. И так там в том числе президентам, которые вступил в власть незаконно. Я не считаю этого нашего президента Путина, что он вступил в законно. Я до сих пор продолжаю, повторяю, что наш президент, вот этот, так название. Не буду его имя называть. Мне даже не хочется его имя называть. Мне прекрасно знать, кто это такой. Он для меня не президент. И для вас он не президент. Он захватил власть диктатурой. Этот человек. Он даже уже не за поступки. Он уже за мысли людей сажает. За мысли. Насколько он боится нас. Я еще раз заявляю. Ты нас боишься, если ты нас видишь. Ты нас боишься. Ты трус. Ты боишься, народ свой собственный. Твоя охрана полгорода заставляет вымереть, чтобы только когда ты приезжаешь. Понял, да? Я не буду это имя назвать. Вы прекрасно догадаетесь, о ком я говорю. Вот так. Нам не нужен такой человек. Нам не нужен такой руководитель нашей страны. Нам не нужен. Мы хотим жить в свободной демократической стране. Свободно выражать свои мысли. Свободно двигаться. И знать, что у нас есть будущее. Я обращаюсь ко всем, кто может помочь мне в создании моей организации. Потому что все время обращаться к Навальному. Я уже устал. Он меня не слышит. Мне не надо. Я создам свою организацию. И приглашаю всех ко мне в мою организацию вступить. Всех честных, сильных патриотов, которые готовы не просто болтать, но еще и действовать. Поэтому приглашаю всех меценатов. Всех, кто может оказать спонсорскую поддержку в нашей организации для создания нашей новой всероссийской организации, которая будет бороться с такой системой, с такой продажной властью, которая будет защищать народ. Моя организация будет помогать трудящимся. Будет помогать всем порядочным бизнесменам. Я приглашаю спонсоров. Я приглашаю меценатов со всего мира. Кто меня видит? Кто может мне помочь? Приглашаю всех желающих народных оказать помощь финансовую для того, чтобы наша организация существовала. Я организую эту. Первую организацию открою в городе Новороссийск. А потом со временем открою по всему этому краю. За все деньги я отчитаюсь. Если вы думаете, что я не читаю, за все деньги я отчитаюсь. Я покажу вам квитанции, все, что положено. И еще раз заговорю. Нельзя так больше делать. Нельзя нам все время выходить на митинги. И нас будут разгонять. И мы потом тихо будем расходиться. Это не дело. Потому что одними болтовнями у нас ничего не получится. Революции нужно менять тактику. Я меняю тактику. И приглашаю всех таких же отчаянных, смелых парней. Смелых девушек. Смелых мужчин. Смелых женщин. Кстати, женщины, вы молодцы. И спасибо всем тем, кто меня поддерживал, когда я находился в заключение. Спасибо тем всем, кто у меня помогал финансово. Вам огромное спасибо. Всем, кто раньше помогал мне. И сейчас прошу оказать вам еще раз помощь для того, чтобы создать нашу организацию. Организацию под названием «Простые люди». Эта организация будет новой организацией по всей России. И она будет заниматься тем, что рано или поздно мы добьемся того, чтобы этой продажной власти, этих продажных депутатов, этих чиновников во власти, эту систему мы всю сменяем. Мы все поменяем. Мы посадим туда достойных людей. И прошу всех людей, кто находится за границей сейчас, кто меня видит. Парни, передавайте мои видео дальше. Пусть другие люди смотрят. По всем каналам отправляйте. Туда, куда можно. По заграницам. В Украину, в Белоруссию, в Америку. Куда пойдет мое видео, пусть знают. Пусть помогут организовать. Потому что революция без денег, друзья мои, не получается. Уже извините. На моей смелости далеко не проедешь. Нужны еще финансы. А без финансов я ничего не могу сделать. Понимаете? Одни слова, конечно, поддержки хорошо, но нужны еще мне кабинеты, машины, юристы, экономисты, перемещения, листовки, агитационная работа, информация на ради, телевидение. Я все это должен сделать. Я это все организую, если вы мне поможете. Поэтому давайте, друзья мои, присоединяйтесь ко мне. Давайте создадим новую, общественную, абсолютно новую, серьезную организацию, которая будет не подчиняться никому. Она будет подчиняться только народу. Мы не будем ни под кем ходить, ни под ВСБ, ни под прокуратурой, ни полиция, ни под Навальным. Мы будем сами независимые, которые будем бороться за права наших детей, за наше с вами будущее, за наше с вами будущее, которое вы у нас отняли. За наше будущее мы будем сражаться, за ваше будущее. Поэтому, друзья мои, помогайте. Если есть спонсоры, возьмите нас под крышу, помогайте нам финансы. Я готов принять любые деньги. Мой счет указан под моей ссылкой, под моим видео. И не верьте тем блогерам, которые пишут мой счет на Одноклассниках, на ВКонтакте. Меня там нет. Это счет не мой. В Одноклассниках меня вообще нет. Там какой-то липовый человек моим фотографиям занимается. Мой счет только на имя моей дочери. Или отправляйте деньги на мой телефон. Так что, друзья мои, заранее вас благодарю. Уверен в том, что вы мне поможете. Уверен в том, что мы соберем достаточно суммы для того, чтобы открыть первую в истории России организацию, которая будет независимой, которая будет бороться с такой коррумпированной системой и с продажной властью. И с этим человеком, который сейчас сидит незаконно у руля, уничтожая наш славянский народ. Все, друзья мои. Всех вам благ. Храни вас Бог. И еще раз. Саламу алейкум всем мусульманам, с которым я не поздоровался. Прошу прощения. И еще раз говорю. Я не собираюсь сдаваться. Дикий десантник не сдадится. Я создам эту организацию. С вами или без вас. Поэтому, друзья мои, участвуйте в этом. Помогайте мне финансово. Ищу спонсоров. Ищу меценатов. И всех людей, неравнодушных к своей родине. И всех неравнодушных к своей любимой стране. И к ней друг к другу. Давайте сметем к чертой бабушке вот эту всю продажную коррумпированную систему. Все. Слава России. Слава ВДВ. Да здравствует нация. Пока, друзья мои. Слава Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слава Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова